Здравствуйте! Мы разберём 111-й Псалом. Перек Куфьот Алев. Первый пасук. Аллилуйя! Оде Адуной бехолевав, бесот ешарим вееда. Аллилуйя! Восславцы Всевышнего! Возблагодарю Всевышнего Я всем сердцем по замыслу прямых сердцем, то есть людей прямодушных и общины. Община имеется в виду старейшины, мудрецы. Одэ от слова легодот, благодарить, признавать, признательность оказывать, то да, благодарность, признание. Второй пасук. Гдули маасея дуной, друшим лехол хевцегем. Велики деяния Всевышнего, и они предмет интереса, пристального, взыскующего взгляда всех желающих понятий. Друшим. Оставили дрожь. Ледрожь – это что-то выискивать, взыскующим взглядом что-то рассматривать, выискивать истину, смысл. Отсюда медраж. Итак, деяния Всевышнего, рассмотрение их, что они, что, что они означают, и как все это происходило, их смысл, выискивание смысла. Друшим лехол хевцегем. Хевцегем в данном случае это множественное число от слова хафицим. Хафец – желающий. Хафец – хаим, вспомним. Название – желающая жизнь. Значит, труда. Известно, значит, такого хибура, произведения. Хафец – значит, желающий, еще раз. Хефец – это нечто желанное, желаемое. А позднее стало означать вещь. Ну, какая-то первоначально ценная вещь. А потом вещь вообще – хефец. Значит, хафец во множественном числе хафецим. А при присоединении окончания перестраивается хефцегем. И такой же вид имеет множественное число. Вот эта вот форма от слова хефец. Хефец – хафацим. Но при присоединении окончания гем – хефцегем. То есть хафецим и хафацим имеют одинаковую после перестройки форму. Поэтому ле хол хефцегем – это для всех их желающих и для всех вещей, желаний. Только по контексту можно разобрать. Это тот случай, когда формы пересекаются. В данном случае, конечно, они друшим, истолковываются для всех их желающих. Желающих узнать, желающих познать, начинает постепенно раскрываться смысл тех или иных событий. И также здесь комментаторы указывают, есть намек на Ицеат Митраем, выход из Египта, и анализ событий, которые тогда происходили. Этому, собственно, посвящен Лейль Седор, Агадаш Эль Песах мы знаем. Значит, в зависимости от уровня посвященности, уровня знаний, в течение многих часов находят новые и новые стороны в истолковании событий, которые происходили при выходе из Египта. Третий посук. Год веадар, Пуало, выциткато, умедыт лаад. Достоинства и великолепия дела его. То есть дела его, деяния его, Поль, полны достоинства и великолепия. И праведность его, справедливость его навек устоит. Навеки. Дздака, мы уже неоднократно об этом говорили, это слово от корня цедек, цедек – справедливость, а дздака – это справедливость с элементами какого-то дарования, с элементами дарения, с чего-то дополнительного от себя. Так что дздака по-разному переводится в зависимости от контекста. В данном случае, значит, здесь имеется общий принцип. Четвертый посук. Память, воспоминания оставил о чудесах, сотворенных им. Милостив и милосерден Всевышний. Ханун и рахун, в принципе, это синонимы. Ханун – отдающие помилование, жалующие от слова хэн. Хэн – это приязнь, то есть находящий приязнь в ком-то и благодаря этому жалующий. А рахун – это просто сострадательное, это в этом смысле еще более сильное такое. Ханун в арахун. Пятый посук. Терев Натан Лиреаф Искор Лео Ламбрито Пропитание дал боящимся его, трепещущим, испытывающим трепет перед ним. Навеки будет помнить завет свой, завет заключенный им. Терев – пропитание, намек на манну небесную, также ман – терев. Литров – это что-то, значит, разбирать, расчленять. Также можно разрывать литров. И отсюда терев. Обычно терев употребляется как бы добыча, но в языке в дальнейшем оно стало означать просто пропитание. То есть терев – как бы добыча на охотце, в дальнейшем просто пропитание терев. Шестой посук. Сообщил он народу своему знания о силах творения, дабы они могли благодаря этому воздействовать на народы мира и приближать их к познанию пути Всевышнего. И также здесь есть намек на дарование Теры, в которой это сила знания о силах творения в той или иной форме, естественно, изложено, так что оттуда можно извлечь. Понятно, при углубленном изучении. Маасей я дав, то есть силу деяния рук своих. Вернее так, коахмаасав, точнее, это следующий посук. Коахмаасав силу деяний своих сообщил народу. То есть то, о чем я вам говорил. Латет лагем нахлад гуим, дабы дать им удел народов. Значит, нахлад гуим можно понять двояко. С одной стороны, Бабша, то нахлад гуим какие-то земли. То есть в данном случае намек идет речь на приход в Эрес-Исраэль. Поскольку в этом псалме усматривают параллель намек на выход из Египта, значит, соответствующие события, то при такой интерпретации речь идет нахлад гуим землю хананских народов. С другой стороны, нахлад гуим можно понять все как народы в удел им. То есть сами народы будут уделом. То есть будут паствой. То, что называется, будут паствой. Вот об этом я говорил, что благодаря этим знаниям можно воздействовать на народы, для бы приблизить их к пониманию путей Всевышнего. Латет лагем нахлад гуим. Значит, для этого даны знания каких-то скрытых планов вторых, в первую очередь, сил, которые связаны с творением, чтобы можно было найти подход каждому и раскрыть ему глаза. Седьмой пасук. Масэ ядав эмэту нишпат. Нэйманим коль пикудав. Деяния рук его истина и правосудие. Верны, надежны все его повеления. Вот пикудав, повеление, имеется намек на митцвод торы, на заповеди торы. Лефакед – это командовать, давать кому-то указание какое-то, что именно нужно делать, как действовать, тавкит давать, лефакед. Там лефакед – командир в современном языке. Пикуд – это, значит, повеление. В общем, синоним к слову митцва. Так что здесь именно об этом. Нэйманим – надежное, непротиворечивое. Здесь по-разному можно очень многие грани находить в этих словах. Нэйманим коль пикудав. Восьмой послуг. Смухим ла ад ла улам. Асуим беамет в яшар. Они опираются на силы самого творения. Они не являются временными условностями, эти заповеди. Они, значит, опираются на силы творения. Они фундаментальны. А справедливость лежит в основе самого творения. Поэтому смухим ла ад ла улам. Смухим – есть, значит, на что им опереться. Ли смог это опирать, подпирать. Есть опора. Смухим ла ад ла улам. На веки веков. Асуим – сделаны они. То есть в основе их лежит. Эмет в яшар. Истина и прямота. Девятый послуг. Здесь, значит, намек на дарование Тары, на принятие Тары. Искупление, бдут, выкуп. Шалах ла амо, послал народу своему. На веки повеление, на веки завет свой повелел. Свято и вызывает репет имя его. То есть под словом бдут в данном случае имеется в виду Тара. Послал искупление народу своему. То есть им дал Тору. Сама Тара есть искупление. Принявших ее. Выкуп из плена земного мира. Прорабощающего человека. То есть вот само принятие Тары – это уже есть пидзион, уже есть искупление. Десятый послуг. Начало постижения мудрости – это богобоязненность, трепет перед Всевышним. Решит хохма ир-ат-хашем. Это дает ясный, мудрый, хороший, добрый рассудок, доброе сознание всем делающим это, исполняющим. И завершает псалом слова. Его слава, слава Всевышнего, пребывает вовек. Значит, смысл этого послака, в соответствии с комментариями, начало постижения мудрости, которое лежит в основе мироздания. Это раскрытие своего сознания, готовности восприятия перед лицом Творца. Ощущение в трепете его присутствия. Вот именно это дает подлинное раскрытие сознания и гармоничность ума. То есть вот это сочетание решит хохма, начало мудрости и трепет перед Всевышним, немножечко странное, имеется в виду именно это. Это не просто имеется в виду боязнь перед наказанием. Есть разные уровни Ира, Ират-Хэт и Ират-Ашем. Ират-Хэт – это боязнь наказания и воздержания от каких-то дурных дел из-за боязни получить возмездие. А Ират-Ашем – это имеется в виду именно трепет. Там это боязнь, а здесь трепет. Подлинный трепет перед Всевышним, когда человек раскрыт восприятие мира, которое стоит над его обыденным привычным опытом, когда он раскрывается, то и открывается что-то в ответ на это и ему. И то, что открывается, вот это и даёт мудрость. Поэтому поначалу человек должен раскрыться. А это раскрытие, оно и даёт, оно связано с трепетом, с ощущением чего-то грандиозного, стоящего помимо твоего обыденного опыта. И это приводит уже, открывает глаза для того, чтобы увидеть мудрость. Вот такая связь этих понятий. Значит, по классическим комментариям. На этом мы закончим рассмотрение 111-го псалма.